Привет, друзья! Меня зовут Егор, и сейчас мы с Юлей находимся возле торгового центра. А находимся мы здесь не потому, что решили обновить гардероб к лету, а потому что хотим помочь вам, нашим зрителям, не потеряться во время покупок в магазинах одежды за границей. Вы смотрите шоу «Прогульщики» на канале Puzzle English. Подписывайтесь на наш канал и не забывайте ставить лайки. Погнали! Многие путают слова shirts, skirt, t-shirt и shirt, так как у них схожее произношение. Давай объясним, как их различать. Да, давай. Shirt – это рубашка. Она может быть с длинными рукавами – long sleeves, или короткими рукавами – shirt sleeves. От слова shirt – рубашка. Произошло слово футболка – t-shirt, потому что футболка по форме напоминает английскую букву t. Shirts – это, конечно, шорты. Именно из английского языка это слово перешло в русский. А skirt – это юбка. У меня, к сожалению, нет, но это юбка. Егор, do you like this dress or that dress? I think this one will look better on you. Okay, I will try it on. Do you know where the fitting room is? It's on that side of the shop. А пока Юля в примерочной, давайте вспомним местоимения this and that. Если предмет, о котором мы говорим, находится рядом, мы используем this. Если предмет находится далеко, this уже не подойдет. Мы используем местоимение that. Обратите внимание, я не случайно говорю про один предмет. This и that используются только с единственным числом. Если предметов несколько, например, несколько платьев, то вам нужно сказать these dresses – про платье, которое находится рядом, и those dresses – правоплатье, которое дальше от вас. В магазинах обычно продаются разные размеры. XS, S, M, K, L, XL. XS – это два слова. Extra, small – очень маленький. S, как вы понимаете, это просто small – маленький. M – medium, средний. L – large, большой. XL – extra, large – очень большой. ** It looks fantastic, doesn't it? Yes, it does. I'll take it. Are you going to pay by credit card or by cash? By cash. Okay. Надеюсь, вам было нескучно ходить с нами по магазину, и вам понравилось это видео. Если да, то обязательно ставьте лайк, и не забывайте подписываться на Puzzle English, чтобы не пропускать новые ролики. С вами сегодня были Юля. И Егор. Have a nice day! Bye-bye!